Всем большой привет! Давайте смотреть пустые баночки, которые у меня закончились в сентябре. Из бытовой химии покажу всего одно средство. Это ГРАС. Пенка для посуды, овощей и фруктов. Очень нравится, подсела на нее. Последнюю бутылочку от Фаберлик сейчас заканчиваю и полностью уже перейду на эти пенки. Они и экономичные, и долго работают, и моют даже овощи и фрукты. Пена хорошая, густая, малое количество, хватает надолго. Прямо вот стало для меня мастхевом и очень даже горячо любимым средством. Шампунь. Оставалась прямо вот совсем-совсем немножко на дне. Я ее сегодня переливала, кверх ногами держала в другую тару, более удобную. Потому что отсюда изъять сложно. Почему густой такой, что начиная от середины у меня флакон хранился уже кверх ногами. Вообще невозможно изъять из-за такой гущины, ну густоты. Но самое интересное то, что благодаря густой консистенции, плотной такой, совсем немножко и пенится прекрасно, работает хорошо. Но если постоянно, я не сказала, это от сель шампунь, он тут с афродизиаками, кажется. Ну, никаких афродизиаков или вот чего-то такого я не заметила. Но вот не пробегали. Но работал неплохо. Единственное, что на постоянной основе, когда пользовалась, зуд головы начинался. Для меня лучший вариант все-таки шампуни чередовать. Без зуда работают, которые на травках, на муравках, чистой линии, вот что-то вот туда. Или аптечные. По волосам еще месяц почти назад покрасила волосы, уже по-разному красить. Месяц прошел, я вот вам показываю. Верна я этой краске. Шоколадный мокко. Многие девочки говорят, ну раз тебе нравится, мы тоже купим. Очень часто слышу, у кого плотный волос, густой и плотный, именно такой, не тоненький, седину не закрашивает. Вот не один раз я это слышала, а несколько. У меня волос тонкий, седину закрашивает прекрасно, на 100%. Вот, поэтому смотрите сами. Мне она очень нравится. Я пользуюсь на влажные волосы. То есть я их не мою, мочу, отжимаю, подсушиваю немножко полотенца, расчесываю и вот наношу эту краску. И она работает у меня очень даже хорошо. Цвет шоколадный мокко 680. И во влогах можно в последних увидеть на голове, как выглядит этот цвет. Вот это тоже вроде как шампунь, но я использовала как шампунь несколько раз. Это детский шампунь, последний остался продукт для детей, который дарили еще Максу. Но вот он так застоялся. Макс уже давно перешел на мужские, на аптечные даже, скорее не мужские, а аптечные средства. А вот этот Angry Birds я сначала пыталась как шампунь, вот каждый месяц по чуть-чуть, а потом поняла, что, ну еще может быть вот так вот, как шампунь, а остальное как жидкое мыло доиспользовала. Это последняя птичка и последнее в нашем доме детское средство. Все, официально ребенок мой вырос, стал молодым человеком, поэтому от птички останется одна голова на память. А по шампуням, мне кажется, для волос маска. Долго я ее использовала. Огромное спасибо девчонке, кто мне дарил уходовые средства. Благодаря многим из вас я потестировала новые для меня продукты. От Эвелин я не помню, пользовалась масками или нет, это мне почему-то кажется первое. Мне понравилось и ароматом, и по работе. Аромат вообще потрясающий был. Достаточно густая, хватило прямо вот реально на несколько месяцев. Ну тут и объем, конечно, 500 мл. Использовала вот просто с огромнейшим удовольствием. Долго, даже можно сказать, немножечко поднадоела, но по качеству не подвела. Аромат, мне кажется, даже как будто бы на волосах потом еще какое-то время держался. Вот она прям такая. Далее. Гели. А вот гели для душа у меня закончилось несколько, потому что я что-то, часть использую, бывает, как жидкое мыло. Вот, например, вот этот гель от Эйвен. Я использовала часть как жидкое мыло и часть как гель для душа. Густой. Он такой, знаете, как перламутровый, белорозовый. И когда я переливала часть как жидкое мыло, было ощущение, что вот что-то такое радужное, как ракушка. Вот такой вот прям цвет красивый. Приятный аромат, приятная консистенция, работает хорошо. Ну, что можно еще там сказать про гель для душа? Гель как гель, да? Хорошо работает. Кремовый. Промывает все, что надо делать. Вообще, у Эйвен, молодцы. Гели у них восхитительные. У них много чего хорошего. Закончился от Джоана. Единственное, что вот оставалось прямо на донышке совсем немножко уже неудобно. Вверх ногами у меня стояло. И вот сейчас перед роликом я в жидкое мыло просто долила эти остаточки. Думаю уже показать. На самом деле, несколько месяцев, видите, вот реально несколько месяцев я им пользовалась с огромным удовольствием. Такой аромат сирени. Красивый аромат. Использовала только как гель. Вот только если уж самый хвостик остаточки я использовала как жидкое мыло. Потрясающее средство. Огромное спасибо за такой тоже подарок от Джоана. Я и раньше тестировала некоторые вещи. И всегда хочу отметить у этого бренда ароматы очень красивые. Прямо понравилось. Гель закончился у Макса. Old Spice. И он его похвалил. Долго он им пользовался. Да, такой аромат прям вот чисто мужской. И со свежестью, и с какими-то деревяшечками. Не знаю, что точно сюда входит. Но в общем Макс хвалил, ему нравился. Хороший гель, мужской. А вот только я не спросила. Наверное гелевая текстура, вряд ли кремовая. И как жидкое мыло. Вот этот. Ну, правда пару раз, тройку может раз. Я использовала как гель от Faberlic. Но больше как жидкое мыло. Вот это средство ушло. Кремовый, густой. Еще в жидком мыле немножко остался. Но так как пузырек-то уже пустой, я не буду его хранить. Потому что в принципе-то я знаю, как он работает. Неплохое средство. Но вот в этой линейке, можно сказать, мне очень понравилось оформление. Вот то, что они квадратненькие. Что они такие прямо красивые. Все кремовые, все разноцветные. Но сильно не впечатлили ароматы. Вот ароматы прямо как-то меня особо не вдохновили. Почти все они уходили наполовину, как жидкое мыло. Все, что ли, для тела-то. Так, мужской еще закончился у Макса дезодорант. И вообще вот эта вот линейка Ланселот. Мужу нравятся шампуни. И как-то был, что взять можно два средства со скидкой. Я тогда мужу шампунь взяла и сыну вот этот дезодорант. Потом был момент еще что-то похожее. Опять я взяла шампунь-дезодорант. То есть у меня еще в запасах такой есть. Ну как у меня, у сына. Аромат мне очень нравится. Я помню, мы были в сауне. И я брала только вот такой шампунь. И я сама им воспользовалась. Мне так понравилось, как пахнет от волос. Вот этим мужским духом. Вот реально аромат, который нравится. Так что сын пользовался и ему понравилось. Ну и еще и осталось в запасе. Крем для ног закончился. Против сухости кожи. Впервые я использовала этот бренд. Мне понравился. У меня ноги без проблем. И вот для беспроблемных ног этот крем хорош. Я не знаю, если прям реальная сухость, трещины. Мне кажется, не поможет. А вот для беспроблемных очень даже неплох. И очень красивое оформление. То есть вот приятно даже в руки было брать. И пользоваться такой вот прям красивенький. Давайте я вот так положу, чтобы было видно. Для рук. Вот показать покажу. Но если уж так вот рук на сердце, то он еще не закончился. Я его выдавила на самом деле в круглую баночку. Но то, что здесь оставалось, вот оно закончилось. Поэтому уже я отправлю в пустые банки, расскажу свое мнение. Просто нет смысла целый месяц держать. Я его все равно закончу. А вот мнение сказать уже могу. Он написано омолаживающий. Вот сейчас я им воспользовалась тоже. Вот видите, он весь тут мятый-перемятый. Это я остаточки прям пыталась задавить перед роликом. 50 мл. Классный крем. Буду пользоваться с огромным удовольствием. Вот в баде, куда я перелила. У меня маленькая, кругленькая такая в виде лимончика баночка есть. И вот этот лимончик стоит на моем рабочем столе. И там я, когда необходимо, наношу этот крем. Из тубы я не очень люблю пользоваться именно кремом для рук. И крем для тела, кстати, я тоже больше люблю в круглых удобных банках. Вот. Так что крем очень понравился. Классный. Прямо рада, что он у меня и был, и есть. До этого момента я такой не пробовала. Мне кажется, этот бренд я не слышала. И закончился полностью. Это, ну вот, так вот название. В подарках у меня было два. Один Африка назывался, по-моему. И вот Крит, да? Ну, Крит, я так думала. Что это написано тут? Оба хорошие. И по аромату хорошие. Хотя Африка был с такими эфирными маслами. Прямо такой, прям, чувственный какой-то. А этот, ну, можно сказать, обычный аромат. Да, обычный такой кремовый аромат. Оба понравились по действию. По аромату нейтральный. Маленький. Он у меня лежал около кровати. Когда книжку почитаешь, потом руки сохнут от бумаги. И вот очень хорошо работал. То есть, получается, у меня закончился так-то вот этот маленький и крем для ног. А вот этот я просто раньше времени отправляю. Так как я его, в принципе, протестировала. Недельку я им почти пользуюсь. Но закончится он не сейчас. Пока еще пользуюсь. Закончилась вот такая зубная паста. Видно? Видно. Брал ее себе Макс. Долго он ей пользовался. И мы периодически помогали. Он ей пользовался как утренней, так и вечерней чисткой. Но мне показалось, что ему не подходила она для утренней чистки. Но он все равно терпеливо это делал. Я сама пользовалась более такой ядрененькой пастой на утро. А вот как вечерняя чистка мне это подходило. Вот. Для меня слабовато. Для утра тут не хватает свежести. Аромат очень приятный. Лимон-манго. Объем тут очень большой. Больше 150, наверное, миллилитров. Не видно? Нет, я так вот не вижу. Ну ладно. В общем, она гелевая, плотная такая. Полугелевая даже. И не кремовая, но такой плотный-плотный гель. В целом неплохо. Я бы себе не стала брать еще, потому что только для вечерней чистки. Если даже утром, когда я ее тестировала, я ее наносила, мне ее не хватало даже очищения. Вот не хватало. То есть после завтрака у меня было желание уже почистить зубы. Вот как будто я забыла с утра зубы почистить. Вот даже такое бывало ощущение. Ну, в общем, вот так. Ну и Макс тоже сказал, мама, дай мне какую-нибудь отбеливающую. Как бы вот это и было маловато ему. Хотя еще как подросток, да. Хотелось ему вот зубы как бы подбелить после использования. Закончился от Горнье очищающий крем-гель. Долго он у меня был. Прямо он мне, если честно, уже даже поднадоел. Хотелось ну чем-нибудь заменить уже. Это не пенка. Это действительно кремовый гель такой. И ни крем, и ни гель такая. Субстанция наносишь, размыливаешь, умываешься. У меня было ощущение немножко, что как будто бы остается вот гелевая такая вот скользкая текстура на лице. И я его все смывала, 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 смывала. Как бы уже там все волосы измочу. И вроде смыла. В целом мне понравился. То есть лицо умывает, отмывает очень хорошо. Единственное, ну вот это вот небольшое ощущение, что кажется не промыло, кажется не смыло. И вот дольше, чем обычно от других пенок, например, я его смывала. Закончился. Вот прямо я рада на самом деле, что закончился вот этот гидроведжеталь. Это сыворотка для лица. Но я использовала, сначала мучилась для лица. Мне для лица не понравилось. Вот такая текстура, вот как на молекулы распадается. Вот как простокваша, что ли. Вот немножко такой срок годности был хороший. Но вот эффект такой вот, как будто простокваша по лицу. Но мне кто-то из девочек посоветовал на зону декольте. Так я и делала. И использовала эту сыворотку до конца. Здесь 30 мл. Но как вы видите, вот я вам показываю, хватило прямо больше, чем на полгода. Такой бы я не взяла, наверное. Мне после него не хотелось сверху наносить крем. Я знаю, что сыворотку одну нельзя, надо сверху крем. А мне вот не хотелось на него наносить крем. Поэтому как бы только сыворотку. Ну, по крайней мере, на зону, куда я наносила декольте и шея, его было достаточно. Средство для снятия лака. Закончился. Взяла еще два. Точно таких же, в пятерочке. Это ближайшее, где можно такое средство купить. И пользуюсь. Любой лак стирает. Если с блестками чуть подольше стираешь. Но, в принципе, работает хорошо. Кому-то нравится, кому-то не нравится фраза рабочая лошадка. Но вот по-другому не скажешь. Вот правда, рабочая лошадка. Ну, не отворачивайся, я тебя оставлю. Не чтобы ты отворачивался. Далее, что у нас еще тут закончилось. Ага, я в мыльницу. У меня на кухне одна мыльница под мыло антибактериальное. И вот как раз в этом месяце положила вот такое мыло антибактериальное. Кухонные тряпочки хорошо им стираю. Когда тряпочка, кажется, уже не простирывается. Ну, как в моем понимании. То я кислородным очистителем в горячей воде с кислородным очистителем замачиваю. Она прямо как новая становится. Кислородный очиститель, конечно, цены ему нет. Кто-то говорил, что не нравится, как работает в кипятке. Девочки, в кипятке. Вот прям кипящая вода. Тогда туда закидывайте этот кислородный очиститель. И держите уже то, что вам нужно отстирать. Тряпочки, кухонные полотенца. Так, а не в терпимой для руках температуре. Поэтому не забывайте. В общем, это мыло тоже работает. Пользуюсь. Оно чем интересно. Идет ребристая поверхность. Такая, как массажная. И стирать очень удобно таким мылом. А вот в мыльницу для рук я положила, знаете, какое мыло? Фигурное. В виде цветка франджипани. Но там была упаковка, вот просто слюда. Поэтому я вам не могу показать в пустых баночках. Но мне его дарили. Вот этот франджипани цветок на такой был плетеной веревочке. Так красиво оформлен. Ну, в общем, у нас теперь на кухне цветок. Сам цветок вам покажу в уходе на месяц, если не забуду. И не знаю, хорошо это или плохо, но все-таки одну маску мы сделали. Даже на камеру, даже в видео. Одна. Вот одна маска у меня ушла. В тубах я тоже делала, но они не закончились. А вот тканевая. Здесь столько вот средства еще, что я еще один раз делала. И все равно вот я прям чувствую, там еще много осталось. Вот можно сыворотку и доиспользовать, по сути. Это все пустые баночки, которые у нас закончились в этом месяце. Много. Мне кажется, вот в этот раз много. Спасибо, что были со мной. В телеграм-канале сделаю фотографию, а выложу роль, ну вот этот пост с этим, в конце месяца. 30-е числа, примерно 29-е, 30-е я выложу пост. И кто собирает пустые баночки, вот там покажете и расскажете о своих средствах. А я сама сделаю фотографию. Мне просто ролик хочется выложить чуть раньше, чтобы люди успели посмотреть, прежде чем увидят фотографию в телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал всегда под роликами. Переходите. У нас там, ну как мне кажется, не скучно. Ну а там уже вам судить. Спасибо, что остаетесь активными, как на ютуб-канале под роликами, пишите комментарии, так и в телеграм-канале общаетесь. Это очень приятно. Я рада, что всегда есть обратная от вас связь. Всем хорошего настроения, прекрасной погоды. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok